Всем привет! Сегодня мы поговорим о новой серии Эва Афтехай. Это сказочно красивая серия Way to Wonderland. Путь в страну чудес. Это тематическая коллекция кукол Эва Афтехай, посвященная стране чудес. Этот мир – родной дом сразу нескольких представительниц линейки Эва Афтехай. Наряды и прически у кукол в стиле волшебной страны чудес, родиной Китти Чешир, Лиззи Харс, Мэддалин Хэттер, Эппл Вайт и Брайер Бьюти. Вы увидите ее чуть позже, а также новеньких персонажей 2015 года Банни Бланк и Алистер Вандерленд. Но сегодня обзор не о них. Суд мультфильма Way to Wonderland заключается в том, что на страну чудес наложено страшное заклятие. Из нее постепенно улетучивается магия и чудеса, а это основа существования страны чудес. Рэйвен Квинн при помощи своей магии пытается обратить наложенное ее матерью проклятие вспять, но случайно переносит себя и своих друзей в страну чудес – в местную школу Вандерленд Хай. Именно Рэйвен в этой серии представлен не просто куклой, а тематическим набором. Его вам покажем позже. В коллекцию на 2015 год входит 6 кукол – Эппл Вайт, Лиззи Хартс, Мэдалин Хэттер, Эппл Вайт, Брайер Бьюти и Рэйвен Квинн в наборе. Сегодня же вам я расскажу об этих четырех куколках. У каждой куклы этой серии есть часы. В набор также прилагаются буклеты с их изображениями на игральных картах. Все это символы страны чудес. Коробки этой серии сделаны в виде круглых волшебных часов. На внутренней части коробки можно увидеть много игральных карт, чашки и часы. Посмотрим теперь заднюю часть коробки. Здесь представлены огромные часы, правее арт-персонажа в полный рост и три других героя, которые входят в эту серию. Героям в серию «Путь в страну чудес» прилагается их карточка, расческа и подставка. Они находятся вот тут вот. Мы пока их не видим. Куклы в наборе как будто парят, создавая впечатление, что действительно летят в страну чудес. Куколок вынимать я не буду, потому что я считаю, что эти Эва в Техай будут лучше смотреться паря в коробке. Но для видео я приоткрою вот эту крышечку, чтобы не было бликов. И мы могли детально рассмотреть, чтобы получше было. Вот мы их приоткрыли. И давайте начнем с Китти Чешир. У Китти в этой серии большие черные ушки на ободке и закрученный хвостик. В сиреневые волосы добавен кислотный цвет. А челка в этой коллекции закреплена прядью сбоку. Аутфит у Китти очень яркий. Сверху сделан пушистый меховой воротник двух оттенков – фиолетового и цвета фуксии. На верхней части платья – зигзагообразный узор. Низ сделан из светло-фиолетовой ткани с принтом зигзагообразных линий фиолетового, желтого и красного цветов. Поверх всего этого нарисованы бабочки, грибочки, игровая карточная мазь крестей и широкая улыбка чеширской кошки. Китти прилагается сумка в виде карманных часов. Ее можно открыть и мы увидим циферблат с разбросанными в разные стороны цифрами и скрученные стрелки. Туфли у Китти выполнены в причудливой форме с закрученным узором. Переходим к Лизе Хартс. В этой серии у нее просто королевский образ. Волосы трех цветов – красного, черного и фиолетового. Две пряди завиты и располагаются спереди, а остальные убраны назад. На голове одета огромная золотая корона. На шее у Лизе Хартс золотистое украшение, а в ушках голубые серьги в виде шахматных фигур. Платье у Лизе состоит из голубой основы без узоров. Поверх имеется двухслойный красный подол с фиолетовыми линиями и причудливой клеткой. Подол очень красиво сделан. По всему платью идет принт из золотистых бус, карт, червонной масти и сердец. Лизе носит сетчатые черные колготки и золотые открытые туфли с картами и карточными мастями на каблуке. Руки у Лизе выполнены в стиле черных перчаток с белым обрамлением в виде браслетов. У Лизе есть золотое кольцо в виде ежа. Сейчас переходим к Мэдалин Хэттер. У нее нежный макияж. В ушках золотистые сережки в виде карманных часов с бантиками. Волосы пушистые и кудрявые. Голубая шляпа на голове массивная и большая. Она обвита розовыми пластиковыми лентами с завитушкой, поверх которой голубой чайничек. Сбоку расположены игральные карты. На шее у нее висит ожерелье, состоящее из чашечки, часов и других деталей. Наряд состоит из голубого платья до колена, поверх которого надет плащ. Он покрыт принтом с закрученным узором, поверх которого есть розовые расписные чашки и карточная масть пики. Посередине огромный массивный фиолетовый бант с кружочками более темного фиолетового цвета. Под платье одеты красные колготки, дополняющие чудный образ. Кисти окрашены в черный цвет и обрамлены браслетом, имитируя перчатки на руках. Мэделин носит розовое кольцо. И переходим к последней героине сегодняшнего обзора, Эппл Вай. Эппл сочетает в себе два цвета, красный и голубой. У нее на голове массивная золотистая корона с красным тканевым бантом. В волоса добавился бледно-красный оттенок и бледно-голубой. У куклы розовые брови и ярко-красная помада на бледном личике. Наряд роскошный, в красном и розовом тоне с голубым подъюбником. Рукава сделаны фонариком. Поверх одет голубой воротник, отчасти напоминающий винтажные воротники у леди из прошлых столетий. Основа платья нежно-розовое с красными переплетающимися линиями. Низ платья пышный, почти закрывающий ноги куклы. На розовом фоне с красными лентами видны карточные масти Буби, яблоки и игральные карты. Руки сделаны в виде черных перчаток с белыми браслетами. Туфли у Эппл золотистые, с карточными мастями на каблуке, а спереди знак Буби. Сегодня наша коллекция кукол Эва в Техай пополнилась четырьмя новыми куклами из новой серии Way to Wonderland – Путь в страну чудес. И нам пора с вами прощаться. Напишите в комментарии, какая кукла вам больше нравится в этой серии. Подписывайтесь на канал Билли Викс, следите за новостями ВКонтакте и Инстаграме, ссылка будет в описании. Не пропускайте новые видео Be Cool and Crazy. Пока! Да, и будьте внимательны, следите за нашими розыгрышами и конкурсами на канале Билли Викс. Субтитры сделал DimaTorzok